Как вы ее читали? Я читала и слепыми очами христианин. Вот просто я прошу, вот так как вы читали Библию, не надо читать ни один единический текст. Его нужно читать с открытыми глазами и включенными мозгами. Так где это находится сображение? В Одессе. А где? Оставляю практическое задание определить. А вот, кстати, там же присутствует... Сначала вот еще привожу американские изображения крылатого Солнца. Это из Центральной Америки. Там это использовалось как щит, с которым изображались боги. А с этим щитом изображался Кицелькаатль, Уицелопочтль и Цискатлипога. Кто есть кто? Кицелькаатль, Уицелсабычный? Нет. Кицелькаатль это Стрибок. Уицелопочтль это кто? Это Хорс. А Крайзишу? Я тоже это говорил раза четыре. Говорил? А Тискатлипога это местный эпитет Всевышнего. А от такого я начал. Как ты говорил? Ну, может быть... Говорил, говорил это... Когда мы тогда с Курославом втроем на Купалу медитировали? А мы тогда говорили о отличиях Сефарда, в Ашкеназе, о ихных битвах всяких между собой. Мы это говорили. Ну, и когда мы начали такую тему, как богознабство разбирать, там мы добрались и до некоторых аспектов мифологии. И чуть-чуть прошлись по... Ну, кто такой Тлалак, помните же? Ну, Тлалак, по-моему, садичный. Ну, ну, ну... Тлалак это Велес. Так вот, это изображение Великой Матери из того же здания. Вот? Да. Это и Белобога, и Чернобога. Или и Станбога, и Чеслобога. В форме животных, прислуживающих. А почему или? Ну, потому что здесь не совсем понятно по иконографии. А по иконографии часто она изображалась в окружении четырёх животных. Дальше мы это увидим. Вот здесь мы видим самые ранние прототипы данной иконографии на Трипольской посуде. На одной посудине изображена Всемать. На другой посудине изображён знак Великой Матери. Дальше мы его тоже будем видеть. А у СССР... Да. Это они. А в виде сфер, вероятнее всего, и Станбог и Чеслобог. А вообще по обе стороны ещё два знака Ротари. Что это? Да. Ну, в сверх. Да. В концентрических кругах, что означает, что это также знаки Солнца и годового цикла Земли вокруг Солнца. То есть, где всё было? Здесь сравнение иконограммы с Трипольской посудиной и иконограммы со Скифской чашей. Дальше мы увидим Скифскую чашу. Здесь я просто стрелочками соединяю. Трипольская, а там и Скифская. Да. Ну, это называется новая звездка. Ну да, Трипольская. Я же пополам порезал их и стрелочками соединил. Аналогичный сюжет. А вот это? Вот типа вот это. Но это типа от неё вообще, смотрите, это с одной стороны изображение матери, с другой стороны изображение фонтана. То есть, это показывает, что в Триполье было такое явление, как фонтан. Фонтан в форме Великой Матери, из которой проистекают реки Тиффана и Тиффанида, из которой проистекает всё мироздание. Наличие фонтанов – это уже достаточно высокий уровень технологии цивилизации. Это значит, что есть водопроводы и так дальше. И если мы возьмём ещё шумерские тексты, то там описаны деревья, из которых течёт вода. Те путешественники шумерские, которые пребывали в Арату, они видели деревья, из которых течёт вода, вместо листьев и веток. Понятно, что это описание фонтана. А вот здесь изображение матери в форме фонтана. Снова, нужно понимать, что это очень символическая иконография. Без исключения нейронов не справится. Посему надо рубильник и вперёд. Видите, то есть, несмотря на абсолютно разность стиля и идея с завитушками… Ну вот смотрите, вот там вот, по обе стороны от неё сферы сверху. А здесь, по обе стороны от неё, такие солнечные знаки. Вот сфера, вот солнечный знак. Дальше, вот от неё исходят завитушки вот эти. Вот тоже здесь эти завитушки. Вот она руки в обе стороны распростёрла в знак того, что она же является дающей рукой живой и забирающей рукой марой. И вот здесь тоже, но здесь она ещё в благословляющей позе их держит. Но, в принципе, идея, что расставлены в обе стороны руки тоже сохраняется. Вот непосредственно сам предмет, на котором изображена всематеря. А вот я уже здесь привёл, так привёл, разнообразные другие скифские изображения всематери. Вот на этой посудине мы видим, как очень качественно прорисованное изображение всематери. Здесь очень, так, некачественно. Но, как мы видим, иконография соответствует. В принципе, выношает такую же иконограмму. Ну, сетей также. Так, так похоже. Дальше мы будем видеть более точное соответствие иконограммы. Сетей? Да. Там оно выдавлено. А лик? Лик и крылья, и ноги. Крылья такие, и ноги такие, и очень большие. Ну, ноги в виде завитушек, в виде... Ось оно, так? Да. Нет, просто накладки эти разного размера. А это что? Ну, это части одежды скифской. Нашивки. 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 Это серьги, а это нашивки. Ага. Вот здесь у нее и два животных. Видите? Вот мордочка животного. Вот там сидит оно. Ну, то есть... То есть... Или тут. Да. Это так, что вас благословлял Бог Луны, это не под семи. А вот еще сколько этих нашивок. А вот это прекрасный вообще, прекрасный предмет. Это шапка такая княжеская. На шапке, во-первых, роги изображены, завитые такие, как на сооружении в Одессе ранее. Вот. Ну, все роги. Да. Видите? Одинаковые. Да. Одинаковые. И в шумерской иконографии богов на их коронах такие же роги. И в египетской иконографии. Княжеская иконография. Да. Это княжеская шапка. Ну, типа, не скажу, что корона, потому что короны скифские и другие. Но... Ауся. Это цветок матери. Это... Получается... Это разбитая версия вот этого знака. Вот здесь прямое приведение параллелей. Ау. Чуть другая стилистика, но по сути знак тот же. Кроме того, как мы видим и на этой трипольской посудине, и на этой скифской шапке, сверху, с самого вверху, там где у человека кора чакра, она же называется родничком, присутствует знак Ра. И дальше вот цветок матери присутствует. И дальше здесь вот как идет в спирали, завиваются элементы, а здесь рога уже прямо изображены. И в самом низу здесь больший по размеру, здесь меньший по размеру, но двойственный спиральный орнамент. Видите? Угу. Пасы. Это, ну, почитайте, но как бы это... Вот. А здесь прослеживание символики с той же трипольской посудины, но уже на других изображениях в сенатере. Видите? Изображение этого же цветка на ее короне. Угу. И там, и там. Да. Короны разной стилистики, но все равно это короны, соответствующие скифской династии. Вот это корона императрицы, вот это корона удельной княгини. Я не знаю, почему Раду изобразили с короной удельной княгини. Может быть, это княжество хотело отделиться или стать главным. Из каких-то таких соображений они Раду изобразили со своей короной. Ну, суть такая. Как видим, на короне сверху цветок матери, происходящий с данной символики на трипольской посудине. И внизу по ободу идет двойственная спираль, как и здесь. А все двойственная спираль? Да. Тут вот такая скрученная. Да. Кстати, что у нее на оканце? Чья голова у нее на оканце, видите? Я сейчас честно не вижу. Голова БК. А, точно. Так как она великая, она кош. Жена Радакоша. Ну, тут мне тяжело разобраться, что тут именно голова БК. Ну, как бы, если присмотреться, вы поймете. Вы увидите, что там два ряда бус идут. Сверху большие бусы, снизу маленькие. То есть, двойная оканта. Такая оканта, в принципе, соответствует оканте женщины в районе 20-25 лет, родившей несколько детей, если брать физическую иконографию. Так что... А вот это, кстати, греческие иконограммы Великой Мацари. Здесь она изображена с низом от пчелы. Я хотела сказать, что она на пчелы похожа. Знак того, что пчела – это тоже священное животное. Нужно понимать, что это не биология, это чисто символизм. Поскольку то, что дает пчела, является священным и полезным, то здесь такая иконограмма. Это уже чуть другая, без низа пчелы. Просто с платьем. Да. Я их привожу в то, чтобы вы сравнили, как вот даже просто лицо матери проработано, а как здесь полностью изображение. Насколько наши предки намного красивее все делали, чем греки. Насколько качественней. Там, видите, какая детализация. Полностью все. И корона. А в короне это… И причем, поймите, это серьга. Это не статуя такого вот размера. Это серьга? Да. Это маленькая серьга вот такого размера. Это золото. Да. Книги. А это накладки, они где-то такого размера. А это для чего? Накладки. Ну, на одежде, на доспехах. Ну, то явно, я бы не смотрю, как бы это… Больше того, сравните. В Скифии идет преемственность иконограммам из Триполя, а здесь уже нету преемственности. Нету символа цветка матери. Нету двойственных спиралей. Можно было бы изобразить этих двух. И можно было бы раздвоенность ног изобразить. Но здесь, правда, двойственная символика в виде звездочек этих изображено. Вот эти? Да. Вместо животных здесь звездочки. Вот только эти звездочки не могут быть символом Белобога и Чернобога, поскольку эта восьмиконечная звезда – это знак Ра. Знак Ра. Да. Отлично поведено право в близкую сторону. Но в шумерской клинописи такой знак является знаком Бога Анну. Космочный вопрос. Да. Постепенно и знаком других богов. То есть, возможно, в греческой иконографии такой звездочкой стали просто обозначать всех богов. И неважно, какой бог, на тебе знак Ра. Ну, как в Египте Анг. Угу. Поэтому тоже можно опознать символизм и иконографию, если захотеть. Идём дальше. Вот скифская посуда, где уже очень качественное изображение матери присутствует. С твоей стороны? Ну, с обоих сторон. Хаус. Да. Там и фотографии, и прорезь. Просто поймите, та иконограмма, которая у вас на Аканте – это традиционно вот именно для Акант. А для разных других ритуальных предметов, для чаш и для посуды именно такая тканиническая. Вот тут все изображено, так? Тобто оно как налепка идет, да? Или как изображение на этой базе. Ну, так оно выделяется разъемно, так? Ну да. Ага, ну тут и налепка. Ну, так чудово изображено. Кстати, каноническим здесь является это изображение. Если именно идеально каноническим. Для посуды. Для священной посуды. Это тоже рецкая? Нет, это наша. Скифская. А какие тут такие леки, начитки? Три тысячи лет прошло. Да. Да и принтер мой работает как… Ну, вино ваш старенький друг. Ну да, я его разбирал уже десяток раз. И на труд жены. Вы у вас трудоволик. Я некоторые части решил уже самостоятельно сделать. Потому что не знаю даже где их искать. Поэтому он уже… Ты же тоже древний у вас чашок? Нет, он не древний. Там некоторые элементы поломались. А я с помощью разгорячения ножика и с помощью клея сделал ему некоторые элементы. Обновил его. Поэтому непонятно сколько он еще прожил в таком, но не важно. Ну, это отклонение в хорошую сторону. Сейчас покажу. Это отклонение в плохую сторону. Почему? Это в нормальную сторону, скажем так. Ну, все-таки подобные. Вот эти два – они допустимые отклонения. Вот это – идеал. Вот это – недопустимое отклонение, потому что здесь убран символизм спирали и нет раскрывающихся цветов в жизни. Ну, может быть, они хотели сделать там для продажи кому-то или как. Поэтому… Или не нужно было, может, воду освещали для того, чтобы животных мыть или чтобы их лечить. Не знаю. Но почему-то решили изготовить не по высшему стандарту, а так. Вот найденные на территории Европы и приписываемые кельтам, но с абсолютно ведической иконографией. Здесь она развита очень детально. Здесь мать изображена в полный рост, стоит на крылатом солнце на знаке Всевышнего, и на голове у нее сидит птах. И четыре зверя. Четыре животных. Шесть. И станбок, и числобок. Так, но чернобок и белобок. Возможно, они вот же повторены, потому что здесь львы идентичны практически. Ну, похожи так. А вот зайцы – это, вероятнее всего, белобок и чернобок. Потому что если мысленно этих зайцев вырезать с композиции и сложить друг с другом, они сойдутся, как знак инь-янь. Там один заяц ногами к ней, другой заяц лицом к ней. Ну, чернобок, напевно, ногами. Наверное. Умозрительно, представьте, все остальное убираем, их оставляем, и получаются знаки нь-янь. А из там бога и числа бога в обратном пункте, я не дам ли вы? И птах наделали. То есть, эта посуда? Да. Все эти металлы. Как раз, может быть, посуда для чего-то такого важного освещает. Ну, теоретически, вот на обряде его именоречения мы должны будем возливать сваренную жидкость. И теоретически ее надо возливать из какой-то такой хорошей посуды. А в бассейне? Ну, товарищи львовские не изготавливают такие посудины. А те, что они изготавливают, и те мне не дадут. И, кстати, на их посудинах будет не такое изображение, а есть такое изображение. Ну, ты знаешь, что это изображение? Ну, да. Оно считается идеальным для священной посуды. Каноничным. Да. Это для посуды каноничной. А вот здесь видим в такой же позе изображение Ра. Это тоже с территории Европы посудина. И львы, и конь. И тоже приписывается кельтам. Ну, мы видим, что иконография чисто физическая. И, в принципе, смесь с киевской и ретринской иконографий. А дата и... Три с половиной. А я плохо вижу тут изображение головы. Что тут? Сверху у него на голове изображен еще был солнечный диск, но он отломался. А вот это? Да. Ну, ну, когда... Отломался. Это черный Бог и был Бог? Ну, да. А это и стан Бог, и... Или слабого? Или слабого? Или слабого? Или слабого? А вот здесь тоже та же как-то. А вот это что? Рога или что это? Или змеи? Стоп. Это хвосты. Чьи? Хвосты Львов. А, это про ТВ. Просто хвост у них идет на их спину, а потом... А, вот это зигнутый хвост. А вот это змеи. Да. И у нее тоже из головы. Ростут змеи. На которых сидят Белобог и Чернобог. Вернее, и Стонбог и Чеснобог. Усё. Да. Одна змея явь, другая новь. Ну, то есть жизнь и смерть. Живый Мар. Видишь, ты их добрый, когда знаешь, то можно что-то... Вот эта иконограмма тоже прекрасна. Вот эта? Вот эта. Внизу изображена мать. Возле нее в виде баранов Белобог и Чернобог. и изображена мать. Да. И вот бараны. И вот бараны. Вот это и там. Что здесь? Да. Но тут львы. А львы. И если мы представляем, что горлышко мы из горизонтальной плоскости переводим в вертикальную плоскость, горлышко становится кругом, знаком Солнца. И получается, прямо под Солнцем, под Родом, находятся два высших Бога, Истанбох и Чеслобог, в виде Львов. А уже во владениях Матери Природы находятся два более низших Бога, Белобог и Чернобог. Эти изображены под Солнечным кругом в виде достойных Львов. Лев – это всегда символ царя зверей, высшего животного. Эти изображены в виде баранов, что является символом некой не совсем умственной... Тупости. Да, и знаком упертости. И вспоминаем гимн правью, там что сказано? Мы просим Всевышнего, чтобы он очистил нас, открыв без зла и блага. И чтобы осталось только правий, мудрый святой. И чтобы мы не шли безполезными шляхами, тупиковыми. Вот так. Тупиковыми. А вот это приведение к некой стандартизации, точнее сравнению для начала спиралевидных орнаментов, которые изображаются возле Великой Матери. Но это три польской. Это три польской. Это стоеваза, могущественно. А это с киевской, могущественно. Это с киевской. А это с музея. Это именно такая вязь изображается перед Матерью, так? Это с музея. И это с музея. А это тут, я помню, это изображение. Это первая вязь, это отсюда взята. А это тоже три польской? Нет, это с одной из амфар, там, где Матерь изображена. То есть, они чисто, я вижу, с такими завитушками. Да. И... Вот видите, несмотря на разный материал, на разное время, это три польская культура, 7 тысяч лет назад. Это скифия, 3 тысячи лет назад. Это львов уже вообще 150 лет назад. Ну да. Это и это. Это стуло, а это там, где он изображён, как голова льва, а она внизу и по бокам, как живая мара. Вот здесь её изогнутость, и одна завитушка в одну сторону, другая в другую, в общем, даёт ту же форму, которую и в других случаях. Тут усат утверждиваются. Ну да. Вот это праздничная корона скифская. Какая румяка, она сняла. Какая румяка, она сняла. Какая румяка, она сняла.